Привет, друзья! Поговорим об осознанности, что это такое. Попробуй оценить преимущество осознанности. Что это? Что это такое? Если для кого-то непонятно, что такое осознанность, осознанное состояние. Есть у нас материальный мир. Материальный мир это люди, которые верят только в материю. Только то, что они могут пощупать. То, что они видят. То, что недоказуемо, этого не существует. Существует только вот. Вот. Трогаю листья, трогаю траву. А энергия от этих листьев, от этой травы, которую можно завпечатлить на самом деле, и люди, которые чувствительны, они это чувствуют. Это не существует. Но сейчас это как бы немножко еще перемешивается, потому что современные приборы видят ауру, например, растений. То есть как бы перехлестывается материальный мир с духовным. Но самое что интересное, закоренелые материалисты, они считают это все херней. Херня, говорит. Вот. Материальный человек верит в финансы, территорию, предметы, еще что-то. То есть то, что ощутимо. Духовный человек, в свою же очередь, это человек, который из материального начинает верить, в какие-то пространства, домовых, НЛО. То есть все, что уже связано с более высокими, как говорится, материями. То есть он уже в ауру, в ауру растений, ауру человека, какие-то процессы работы над человеком. То есть он уже знает, что, кстати, психология – это материальный мир, переходящий в духовный. Психология как бы делает связь между духовным и материальным миром. И она еще и дает связь из духовного мира дальше. Только у продвинутых психологов. Вот. Это что касается духовного мира. Это все, что Бог, религия, верование – это все духовный мир. Осознанность – это следующий этап. Когда ты, допустим, как у меня в моем варианте, вначале материальная жизнь, да, но моя материальная жизнь, она очень глубоко сталкивалась с духовным всю жизнь. Но больше, как говорится, преобладала, как всегда, как и везде, материальная. Постепенно переходилась в духовную. Появлялись и концепции духовные. Концепции могут быть и материальные, и духовные. Концепция не всегда присутствует. Концепция – это то, что тебе навязано. То, что тебе, на самом деле, не нужно. Концепция – это тебе кто-то навязал. Школа, садик, религия, правительство. Все. Все, что есть. Все, что ты считаешь правдой или неправдой или еще что-то, это все концепции. Когда ты становишься на путь осознанности, концепции постепенно, потихонечку начинают отваливаться. Ты видишь, что твои какие-то религиозные доводы, движения или еще что-то, ты видишь, что религии, когда ты перепробовал несколько религиозных направлений, ты понимаешь, они начинают от тебя отваливаться. Потому что ты видишь, что нету разницы. Я увидел, что она для меня стала просто единым комком. То есть, это все религиозные движения, направления, они стали просто едиными. Они без каких-то отличий. Разницы нету, просто разные направления. Это как гора, и ты идешь просто с разных сторон, где-то поположе, где-то покруче. Ты идешь к горе, а потом, когда ты добираешься до горы, ты понимаешь, какого хрена я вообще лез на эту гору. И эта концепция, она отваливается, религиозная, допустим, к примеру. Такие концепции может быть море, не только религиозные. И постепенно у тебя, когда отваливаются все концепции, все, они постепенно все отваливаются. И ты каждый раз все чище, чище становишься. И ты становишься каждый раз свободней. Просто ты каждый раз становишься свободней. Свободней. Ты чувствуешь, что начинаешь уже по земле, вот так вот идешь, и ты как будто паришь. Тебе легко. Тебе реально, ты физически ощущаешь легкость. Я прям иду сейчас, да, жирное тело, но я ощущаю эту легкость. Вот эта внутренняя легкость. Насколько тебе тяжело, вернее, легко идти по миру. И именно вот осознанность дает вот эту легкость. Ты уже не обременен какими-то заботами, проблемами, проблемами. Если проблемы возникают, ты их воспринимаешь, ну ладно, ну пусть. Да, ты можешь немножко заморочиться, потому что у тебя где-то какая-то концепция осталась, и ты можешь заморочиться. Но потом такой раз, такой, да ладно, это все нормально же. И ты эту проблему, которая не существует, ты просто решаешь ее как определенную задачу. Проблемы создает тебе ум в твоей голове. То есть их по сути не существует, а создает их твой ум, твоя голова, твой мозг. Вот. И когда ты становишься осознанным, их тоже не встает, этих проблем. Они как бы есть, но это проблемы обычно для духовного, материального человека. А у тебя они постепенно начинают отваливаться. И ты их просто воспринимаешь как задача. Ты воспринимаешь все как игра. Тебе эта задача, она решается легко и просто. И самое интересное, ты становишься как супергероем, суперменом. Где подвластно становиться, подвластно тебе становится материя, энергия. Ты загадываешь желание, и оно просто берет так, исполняется. Но может быть не моментально, потому что для моментальности исполнения желания ты должен быть настолько чист, как, например, святые, да, допустим, там, в фильмах или жития святых там, да, неважно, что он там, христианский, святой, неважно. Они тоже были в одной концепции, а потом они уходят выше. Просто остаются в этом храме, живут пробужденные, просветленные. Он просто... Неплохо быть дождик. Через 5-10 минут тучки образовались, и дождь пошел. Желания сбываются уже, становятся все быстрее и быстрее. Которые тебе уже на самом деле не нужны. То есть, когда ты выходишь из концепции, желания у тебя отваливаются. Ты можешь такой, да, может быть мне нужна эта машина, не нужна. Ты такой, да, нафиг не нужна. Такой мне машина, я на автобусе поеду. Вот у меня сейчас машина, например, сломана. Год назад, полтора года назад уже жена сцепление сожгла, тренировалась, да, на машине. И я вот ее так и не отремонтировал, потому что она мне не нужна теперь. Я не вижу необходимости, чтобы ремонтировать и вообще на ней ездить. Ну, есть и есть. Может быть, как-нибудь отремонтирую. Вот. И когда ты становишься пробужденным, осознанным, твой мир просто становится абсолютно весь красив. Неважно, где ты живешь, неважно, в каких ты условиях живешь. Тебе все хорошо и тебе весь мир становится красивым. Физически меняются краски. Просто все становится настолько ярким, насыщенные цвета. И если бы наш мир в доли секунды весь мир пробудился, если бы весь мир осознал себя, в доли секунды остановились бы войны, остановились бы конфликты. Весь мир был бы единый. Потому что у осознанного человека у него нет лжи. Он всегда правдив. Он уже не может врать. Он всегда говорит правду. Все государства и все основано на тайнах, на лжи, на утаивании. Этот мир бы, если бы он весь в доли секунды осознал бы себя, пробудился, это стал бы рай на земле. Просто рай. Мы бы все для друг друга делали только то, чтобы я, допустим, хотел бы, чтобы для меня сделали люди. То есть мы бы жили только ради друг друга, ради других людей. По сути. Мы бы наслаждались этим миром. просто таким, какой он есть. Без привязывания к этому миру имен. То есть мы каждому, даже пустим, этому дереву, мы даем ему имя. Если бы мы были осознанные, мы бы его наблюдали и смотрели просто на то, какое он есть. Без привязки имен. Без названий. наш мир бы просто был идеален. И, может быть, кто-то смотрел, нужен всего лишь один процент. Может быть, кто-то видел, смотрел, эффект сотой обезьяны. Это японский эксперимент. Посмотрите, кому интересно. Нужен всего лишь один процент населения земли пробудиться. Чтобы пробудился, всего лишь один процент. И здесь бы просто сработал эффект обезьяны. Пробудились бы все. И, соответственно, что этот один процент у нас не рай на земле, да? Соответственно, этого одного процента не хватает. То есть, там еще до процента очень далеко. Ну, прилично. вот такой бы, вот такие вот плюсы осознанности. И ты, лично ты, можешь поучаствовать в проекте осознания всего мира. Осознание себя вначале. Всегда начинаешь с себя, не с кого-то. И представляете, мы просто бы находились в раю. В раю, просто в раю. Это не говорит о том, что мы бы перестали работать, еще что-то. Работа была бы ради людей. Она была бы бескорыстной. Она была бы намного продуктивней. мы бы просто жили и делали все для общества, для земли, для пространства. Кто-то работает, кто-то не работает. Но все было бы просто идеально. Весь мир был бы идеален. есть только мир, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Живите, узнавайте, что такое осознанность, занимайтесь ей, изучайте. не миг леса, не .